Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня в этой посылочке прямиком с просторов Алиэкспресс очередная новиночка, горячая новиночка от компании Xiaomi, девайс от бренда Redmi и это у нас доступное решение Xiaomi на стоковом андроиде. Да, вы скажете, ведь недавно был Redmi A1+, а вот сегодня у нас Redmi уже A2+, вы не поверите, но ребята проапгрейдили Proz, еще внесли какие-то изменения и сделали народный хит максимально актуальным, при этом он не поменял ценник. Ну, вроде как цена изменилась прям буквально на копейки, то есть, в принципе, этот аппарат за 6 тысяч рублей плюс-минус, разумеется, все зависит от курса, максимально актуальные цены, также ссылочка там, где я покупал этот аппарат, будет в описании под этим роликом, чекайте, смотрите, ознакомьтесь, повторюсь, цены скачут. Ко мне в Краснодарский край посылка со смартфоном с Алика шла примерно около двух с половиной недель, все плюс-минус опять же стандартно, ну а мы приступаем к вскрытию, пришло время узнать, на что же способен обновленный Redmi A1, ну точнее уже A2+. Итак, ребята, в целом, ну не скажу, что коробка прям сильно изменилась, все максимально бюджетно, изображение самого смартфона, надпись с такими здоровыми буквами Redmi A2+, плюс-то, разумеется, наличие сканера отпечатков пальца, вот такие вот пироги. Так, двигаемся далее, на боковых гранях у нас некоторые технические характеристики устройства, опять же сканер отпечатков пальца, 8 мегапикселей, основная камера с искусственным интеллектом, 5000 мАч, и вот он, гвоздь программы, новый чип, они поменяли A22, вот этот заезженный на новый Helio G36, это разогнанный G35, и в принципе, опять же, учитывая ценник смартфона, вроде как все адекватно, но мы будем тестировать и смотреть, на что способен этот новый чип. Так, тут у нас уже надпись с названием аппарата, ну и вот, к сожалению, не сделали они больше памяти, это 2 гигабайта оперативной памяти и 32 накопитель, но еще одна небольшая поменточка, на стоковом андроиде 2 гига, это еще куда не шло, потому что MIUI с 2 гигабайтами оперативной памяти, это, ну, такое себе, честно говоря, не советую, даже врагу. Так, ладно, продолжаем извлечение. И вуаля, ребятки, все, хотел я сказать, что у нас конверт идет, нет, все максимально упрощенно. Итак, первым делом идет, конечно же, красавец смартфона, в нашем случае он в голубоватом исполнении, у меня был A1 Plus в березовом, в принципе, он до сих пор, у меня сейчас постараюсь его найти в своей, так сказать, коллекции. И еще есть смартфончик в черном исполнении, в максимально брутальном мужицком. Так, давайте добьем комплект поставки, проставочка, скрепка для извлечения сим-лотка, так хитро спрятана. И тут у нас есть USB-C кабель и блок, о, не, подождите, USB-C это я, наверное, громко сказал, потому что у нас тут микро-USB, да-да-да, ну, ладно, в принципе, учитывая бюджет данного девайса, это еще терпимо. И блок зарядного устройства, конечно же, тут я не жду никакую быструю зарядку, блок у нас получается на 10 Вт, ну, опять же, классика жанра для бюджетника. И, разумеется, набор фирменной макулатурки прям не жалеют сразу в трех томах. Ребятки, вот так выглядит комплект поставки нашего сегодняшнего героя, нет чехла, я очень надеюсь, что пленка поклеена хотя бы на дисплей смартфона, ну, а так, опять же, ну, чего еще требует-то за этот прайс, главное, чтобы сам смартфон работал хорошо и был максимальный, так сказать, выжимка и характеристик. За свой прайс, давайте-ка знакомиться с ним, какая противнющая у нас пленка. Ну, кстати, я бы не сказал бы то, что он прям какой-то синий, голубой, он больше такой йогуртовый, что ли, и самое главное, у нас осталась эта вот шероховатая поверхность, то есть он, в принципе, не собирает отпечатки пальцев и более устойчив к мелким царапинам. Но так все нам, опять же, привычно, полностью брат-близнец обычного Redmi A1 и A1+. Так, а что у нас на лицевой стороне, опять же, каплевидный вырез с фронталочкой, далее идет разговорный динамик, датчики, ну, и сам дисплей с диагоналию 6,52 дюйма, если мне не изменяет память. А, возвращаемся обратно, тут два глазка основной камеры, тут действительно два сенсора используются, один из которых на 8 мегапикселей, а второй вспомогательный, там, для глубины резкости, в общем, портретник и так далее, не особо-то и важно, на самом деле. Есть вспышка, состоящая из двух диодов и сканер отпечатков пальцев, дальше у нас логотип компании Redmi, ну и, собственно, все. На правой стороне есть качелька регулировки громкости и кнопка включения, на левый же слот, и он у нас, ребятки, получается, я так думаю, комбинированный, а нет, кстати, вот тут ребятам респект, то, что поставили нормальный слот, можно поставить сразу две на сим-карты и карточку памяти ничем жертвовать нам попутно не придется. Итак, сверху динамик громкоговорителя, да, он у нас располагается именно в таком месте, снизу же разъем 3,5 мм для подключения наушников, microUSB разъем и основной микрофон. Ну и, собственно, в плане дизайна, конечно, я не скажу, что он прям какой-то супер-мега-красавец, но аппаратец довольно-таки приятный. И давайте-ка сравним с обычной ашечкой первого поколения, как я уже сказал, никаких визуальных отличий, кроме цвета, вы тут, ребятки, не найдете. Все элементы у нас строго соответствуют друг другу на каждом из смартфонов. По весу они тоже никак не отличаются и по габаритам и так далее. То есть, в принципе, ну, может быть, там где-то на грамм-два за счет того, что это установлено совершенно другое железо. Может быть, еще какие-то чипы отпаяли, припаяли и так далее. Поэтому, ну, в руках, конечно, ощущаются абсолютно одинаковым смартфоном. Но, повторюсь, у нас тут железо намного, по идее, более мощное, чем используется в первом поколении. Поэтому, если цена одинаковая, мой личный совет брать, конечно же, уже более прокачанную версию. Хотя, мне кажется, A1+, наверное, уже сняли с производства. Но, опять же, я могу ошибаться. Но вы, ребятки, напишите, какой вам цвет нравится больше. К сожалению, но черной вариации у меня под рукой нет. Я не знаю, она мне показалась максимально скучной. Все-таки более такие стилевые. Это же молодежные, по сути, устройства. Ну, или хотя бы, может быть, для старших людей. И, обязательно напишите, кому вы видите применение. Для кого эти смартфоны производятся. Для кого они их делают. И так далее. Ну, или, наоборот, там, совсем, там, ребятенку в школу, там, в начальную школу. Потому что, разумеется, старшеклассник не будет пользоваться подобным девайсом. Но, как второй телефон, например, там, в такси и так далее. Так что, ребятки, обязательно напишите ваше видение и ваше мнение по поводу наших сегодняшних героев. Так, ладно, все. Давайте-ка доубирать все транспортировочные пленки. Сейчас я прохожу все необходимые быстрые настройки. И мы продолжаем. И вуаля, ребят, вы ни за что не поверите. Он запустился, работает. И, вроде как, даже вполне себе сносно. То есть, при настройках, потом, как я только запустил девайс, перешел в шторку с приложениями, там, и так далее. Никаких прям багов, глюков, зависаний и прочей ерунды я тут не заметил. Но, справедливости ради, не могу сказать, что смартфон прям летает, как ракета. Однако, если посмотреть на его бюджет, то кардинально прям чего-то более шустрого я на своей памяти припомнить не могу. Тем более, тут уже, благо, не ставится заезженный еле А-22, там, П-22, П-25, А-25 и так далее. Все-таки, G-96 это более мощный... Ой, какой G-96? Вот это было бы, конечно, пушка-самолет. Нет, нет, тот же G-36, он чуть-чуть мощнее, чем G-35, который ставится, например, в Redmi 9C. То есть, вот этот смартфон за 6 тысяч с копейками рублей будет мощнее, чем у Redmi 9C. Что, опять же, уже более-менее адекватно. Просто, смотри, тут у нас пролетело обново. К отличительным моментам нашего сегодняшнего героя, в сравнении с его предшественником, можно отнести, кстати, 13-й свежий Android прямиком из коробки. То есть, у нас тут сразу стоит 13-шка. Но, справедливости ради, это Go-версия, то есть, немножечко обрезанная. Ну, не скажу, что прям какой-то кошмар, но... Да нет, для такого устройства с 2-мя гигабайтами оперативной памяти, наоборот, лучше поставить Go, чтобы он работал максимально эффективно, максимально шустро. Если бы поставить сюда полноразмерный Android, то, конечно, 2-мя гигабайт оперативки 13-шки бы уже не хватало. Тут же все, ребят, повторюсь, вроде как рассчитано, потому что в интерфейсе я никаких багов, глюков и так далее, ну, не вижу. Он вполне себе адекватно работает. Тут у нас, ребятки, ставится не Full HD экран, а HD+. Это, разумеется, положительно скажется на производительности и автономности устройства, потому что G36 Full HD+, матрица была бы уже, конечно, тяжеловата для прогрузки, прорисовки и так далее. Тут же, повторюсь, ну, ребята вот сделали работу над ошибками. A1 Plus, в принципе, такое, да, это рабочая лошадка, но все-таки A22 ему уже, ну, в современных реалиях никакому смартфону прям, ну, я бы сказал бы, не хватает. Да, есть некоторые хорошо оптимизированные системы по типу, например, ну, те же Tecno, Infinix, если делают прям ультрабюджетный девайс, ставят A22, и он там работает вполне себе неплохо. Но, опять же, ни про какие там тяжелые игры речи, ребятки, и подавно не идет на A22. Сейчас я вам что хотел показать. Тут обнова прилетела. Так, еще раз настройки. Вот система, обновление системы. И я уже видел, что MIUI в 14-й версии даже сюда прилетает. Но, опять же, это такая MIUI, которая, в принципе, гибрид с токовым андроидом. Конечно же, мы ее скачиваем и устанавливаем. Для сравнения, ребят, вот он A1 Plus, опять же. И у нас тут, вы посмотрите, вот он идет на 12-м андроиде из коробки. И, ребятки, обнова у нас сейчас, сейчас проверим. Тут была какая-то, приходила только что, как я его включил. А, но он уже поставил ее. Я хотел вам показать специально. Короче, там обнова была на 35 килобайт. То есть, он как-то ее даже незаметно без перезагрузки установил, умудрился. Но это у нас 12-й андроид. На A1 Plus идет 12-й год, тут идет уже 13-й год. И, повторюсь, они еще отличаются в железном плане. Ну, как я сказал, как рабочая лошадка, вполне себе окей. Сейчас мы ее обновим. Я поставлю за тест Antutu. Мы посмотрим, на что же способен этот самый Helio G36. Новый чип, новая надежда бюджетного сегмента. Так, и вот максимальная яркость у нас выглядит вот так, ребят. Но, в целом, опять же, я не скажу, что экран какой-то тусклый. В рамках своего бюджета все вполне себе адекватно. Ну и в Antutu 9-й версии новая надежда бюджетного сегмента набирает 132 270 очков. Ну, в принципе, для ультра, даже бюджетника, это вполне себе окей. Как рабочая машинка, там, для просмотра видео на YouTube, там, интернет-серфинг, еще какие-то мелкие задачи. Я думаю, вполне себе с этим наш сегодняшний герой справится. Это не игровая машинка, нацеленная, там, на геймеров, там, молодого поколения, ультра-молодого поколения. Но поиграть тут можно. Я думаю, Роблокс там пойдет, еще какие-то игры. В любом случае, ставим низкие настройки графики, и можно будет все позапускать. А с повседневными задачами это железо еще справляется. Опять же, в рамках бюджета. Я не говорю, что это супер-топ самолет какой-то. Но найти смартфончик мощнее, в районе 6 тысяч рублей, довольно-таки проблематично. И это однозначно мощнее, чем Helio A22. Давайте как раз-таки сравним с предшественником Redmi A1+. И он у нас, опять же, ребятки, идет на Helio A22. 22 против G36. Давайте-ка смотреть, в чем разница. По процессорной части прям очень и очень неплохой отрыв. Давайте немножко матчасти. У нас получается 4-ядерный чип A22. Он у нас работает на максимальной частоте в 2 Гц. G36 у нас получается уже 8-ядерный чип. И с максимальной частотой до 2,2 Гц. Графика у них тоже разная. Тут используется PowerVR G8300, тут 8320. И этот выбивает вот в 36-ом у нас 50 ТФ, а тут 20. И, собственно, разрыв довольно-таки существенный. Больше, чем в два раза. Но на практике, как показывают синтетические тесты, разница, конечно, не вдвое при любом раскладе. Но все равно разница примерно такая же, как если взять, например, Snapdragon 8 Gen 1. И Snapdragon 8 Gen 2. Вот так вот. Ну, тогда мы говорим, что да, это большой прирост. То есть тут больше 30% разницы. Ну, а на таких числах, конечно же, прям супер-мега большой погоды, я думаю, не сыграет. Но в любом случае, ну, А2 это апгрейд. То есть при одинаковой цене, повторюсь, лучше, или там 100-200 рублей разница, лучше взять уже именно А2 он на 30-35% мощнее. Что у нас по процессорной части? Неплохой перевес. Чуть ли не двухкор... Да везде, по всем фронтам. Память только не скажу, что прям сильно большой отрыв. По UX большой. Ну, и тут 13-й Android более свежий. Тут 12-й. У обоих Go-версия. Что касается игр, то, опять же, повторюсь, ставим везде низкие настройки графики. И, в принципе, можно запускать большинство современных тайтлов. Быть может, с каким-то там суперупором в 60 кадров. Но в пределах играбельных значений. То есть при желании поиграть тут все-таки можно. Но, повторюсь, конкретно рассматривать аппарат как игровой, я не могу, однозначно. Хотя, опять же, смотрим на прайс. Ищем что-то игровое за 6 тысяч рублей. И, ну, сложно. Очень-очень сложно. Поэтому, в принципе, поиграть, повторюсь, тут можно. Если хотите, давайте-ка протестируем на учеб в нашем зубодробильном тесте игр с FPS, нагревом и троттлинг забегами. Хотя, наверное, FPS мы вводить не будем отдельно, потому что это немножко подъезд, оперативную память. Тут ее и так очень мало. И уже в этом случае, наверное, моя система мониторинга будет влиять на производительность смартфона. Там, на несколько кадров отъезд. Когда мы берем более мощные решения, там, ну, меньше процента. То есть, в принципе, я ее даже пренебрегаю. Тут же, повторюсь, уже ситуация более такая щепетильная. Ладно, в общем, если хотите, мы его протестируем, прожимаем большие пальцы вверх и пишем об этом комментарии под этим роликом. Redmi A2 Plus у нас оснащается одним динамиком громкоговорителя. В принципе, за этот прайс это неудивительно. Я сейчас на своей памяти не припомню ни одного смартфона, который за 6 копейками тысяч рублей мог бы похвастаться полноценным стереозвуком. Быть может, что-то на БУ рынке, но и то, я не знаю, там уже в зависимости от состояния. Потому что, опять же, ну, блин, вот сейчас не могу вспомнить. Если что, пишите название модели, которые есть на, так сказать, новый или БУ, которые можно взять примерно за 6 тысяч рублей со стереозвучанием. Опять же, если оно вам важно, ребят, у нас тут один динамик, он располагается сверху. Это такая вот необычная компоновка ни снизу, ни сзади, а именно сверху. В принципе, он не будет перекрываться, и смартфон будет слышно, если он будет лежать на столе, если вам кто-то будет звонить. Так, переходим в нашу переносную библиотеку YouTube на девайсе, куда я закинул папочка тест, и запускаем трек абсолютно рандомный, потому что не имеет никакого значения это. Так, да, согласен, слушаем. Напомню, динамик громкоговоритель у нас тут, не здесь, а тут. Ну, в целом, громкость такая вот, средненькая. Придраться я не могу с максимальной громкости. Качество тоже, так, на четверочку с плюсом, с учетом ценников все вполне себе предсказуемо. Ну, опять же, неплохо. То есть, он не скрипит, не кряхтит, не захлебывается. Обычно такой бюджетный динамик, но неплохой. Редми А2+, у нас оснащается таким перечнем камер. Фронталочка у нас в каплевидном вырезе, она на 5 мегапикселей. В принципе, точно такая же ставится и в предшествующей модели. Ну и основная тоже, как я уже говорил, все точно так же. Идет 8-мегапиксельный сенсор и вспомогательный на 0,3 мегапикселя для эффекта портретного режима, боке и так далее. И, кстати, довольно неплохая, подмечу, вспышка. Его можно использовать как фонарик, светит довольно адекватно, опять же. Так, запускаемся, переходим в приложение камеры. Опять же, в целом, оно нам знакомо по многим другим. Это классическая камера из MIUI, из любого Xiaomi, из любого Redmi, poco и так далее. Только немножечко обрезанная по некоторым характеристикам, которых тут, собственно, нет. Там портретник есть, повторюсь, потому что у нас есть отдельный сенсор. Макро есть? Интересно, макро. Нет, по всей видимости, макро нет. Не сделали такой комбинации из основного объектива, то есть, уменьшили ему фокусное расстояние. Такое тоже встречается. Тут же получается у нас только основная камера и портретник. Больше ничего, дополнительные поднастройки. В принципе, что-то водный знак, звук затвора. Сразу можно отключить, чтобы он не клацал и так далее. Видео я так подозреваю, что на... Ну да, все, хорошо. У нас есть Full HD, 30 кадров в секунду на основную камеру точно. И тут же, забегая наперед, на фронталочку тоже можно записывать видео. Full HD разрешение. Так, портретный режим. И еще тут у нас видеоклип, таймлэпс и изменить. Но это добавить какие-то дополнительные пункты. Это видеоклип, вот портрет. Ну, в принципе, вот и все возможности данной камеры, так сказать, налицо. Ладно, это, конечно же, все хорошо. Но самое главное, как он снимает в реальных боевых условиях. Для проверки всего этого дела выходим на улицу, берем нашего сегодняшнего героя за пазуху и смотрим, что же он нам покажет. Продолжение следует... Тест записи видеокамеры смартфона Redmi A2+. Запись у нас ведется в максимальном Full HD разрешении. Вот выкрутил все, что только можно на максимум. 1920 на 1080 точек 30 кадров в секунду. Что касается системы стабилизации, то, по всей видимости, ее нет. Но, опять же, картинка не кажется какой-то там бешено трясущей. Сидем обычным прогулочным шагом. Смартфон держу на утентой руке. И вот такая картинка, ребят, у нас в целом получается. Ну, как говорится, все в рамках бюджета. Итак, давайте еще попробуем покатать систему автоматической фокусировки на макро. Посмотрим, как справится с этой задачей. А ну-ка, дружище. Так, есть. Уходим на горизонт. Давайте-ка еще раз макро. И еще раз на горизонт. Еще раз всем привет, дорогие друзья. Сейчас записываюсь уже на переднюю камеру нашего сегодняшнего героя. И тут, кстати, также на основную можно, благо, поснимать Full HD разрешение. Full HD 30 кадров в секунду. Так что можно выдохнуть спокойно. Опять же, с условием ценника смартфона каких-то заоблачных ожиданий питать не стоит, ребят. В плане фото и видеовозможности фронталочка вполне себе окей, как, в принципе, сейчас я посмотрел. И основная тоже вполне себе адекватно снимает. Поэтому смотрим на ценник и, опять же, делаем выводы. Так у нас снимает уже передняя камера Redmi A2+. Ну что ж, мои дорогие друзья, на этой ноте мы, как всегда, будем закругляться. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить свой большой палец вверх. Подписываемся на канал, прожимаем колокольчик. Если вы пропускаете новые ролики на нашем канале, также посещаем все наши социальные сети, наш YouTube, Rotop, Яндекс, Дзен, группу ВКонтакте и, конечно же, сообщество Telegram, где делаю посты с самыми крутыми скидками, которые только нахожу на просторах наших интернет-магазинов. Так, разумеется, и на Алиэкспресс. Крайне полезная, ребят, штука, если хотите действительно сэкономить. Все ссылочки, повторюсь, будут в описании под этим роликом. Всем еще раз огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку. В виде лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, действительно годных гаджетов. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok